Приехали мы в курортный поселок Николаевка. Вообще прелесть! Я целый месяц в море, а так вот близко не видела. Ну, хорошо сделано, а труба какая зачетная. Блин, была бы я маленькой, прокатилась бы, конечно. Прокатилась. Всем привет, нашу дорогие любители Крыма. И путешествий. Вы уже все доели новогодние салаты. И многие из вас думают о том, как бы сесть на диету. Я тоже разъелся, честно говоря. Щеки большие, большие, разъелся, да. Разъелся, знаю, разъелся. Сяду на диетку. И хотим вам уже после этих новогодних праздников, тяжелых праздников, пусть вот стол, ели, я-то работаю, конечно, дать немножко Крымского моря. Приехали мы в курортный поселок Николаевка. Начнем гулять, показывать вам море и вас развлекать. Погнали! Музыка. 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 С набережной Николаевки, с небольшой набережной, с небольшого скверика мы опускаемся сразу к морю, чтобы вы все увидели сразу море. Наверное, штормило, потому что море такое мутноватое, пасмурно. В Симферополе, когда вы езжали сегодня, было солнышко, классно, да, тебе понравилось солнышко, да? Солнышко хорошо, но море тоже хорошо же. Ага, ну, а здесь, конечно, пасмурно. Сюда мы приехали немножко погулять, подышать воздухом, взяли с собой маму. Хоть сейчас и нет солнца, но море всегда прекрасно. Немного волнуется, шум, вообще прелесть. Я целый месяц море, а так вот близко, не видела. Все снимаем, снимаем, но до моря никак не доберемся. Посмотрите, какой красивый накат волн. Здесь песочек, поэтому такого желто-бирюзового цвета и пена морская белая. Вау, классно же. Погода сейчас нормальная, плюс 5 градусов, главное, ветра нет, дождя нет, люди гуляют, фотографируются. Боже, настроение замечательное. Курортный поселок Николаевка всегда был любимым местом отдыха для жителей Симферополя, потому что сюда ходят маршрутки, добраться очень быстро на своем личном автомобиле. Так это вообще занимает 18-20, но если ехать не спеша, то 25 минут это максимум. И жители Симферополя сюда всегда приезжали на выходные. Также в Николаевке раньше, во времена Советского Союза, было очень много различных баз отдыха от симферопольских предприятий. Так что симферопольцы называли это место Симферопольское море или ближайший пляж. Со временем Николаевка приобрелась как жителям Украины, в то время, когда Крым был в составе Украины, также и жителям Российской Федерации, жителям России. И вот уже на протяжении времени с 2014 года в Николаевке, извините, такой курортный бум. Строится очень много различных мини-отелей, приезжает много жителей Российской Федерации, жителей материка, материковой части России приезжают сюда, отдыхают. И многие, те, кто смотрит это видео, конечно же, любят Николаевку. Они выбрали Николаевку в качестве своего моря, прекрасного моря. Да, здесь много недостатков, но сегодня мы о них говорить, конечно, не будем. Жду от вас комментарий, кто любит Николаевку, кто решил в этом 2022 году приехать в Николаевку, и кто хочет здесь отдыхать и будет здесь отдыхать. Мы же вместе с вами продолжаем гулять возле моря. Воздух морской, он просто прекрасный. Море, я уверен, Ирочка вам это сказала, прекрасно всегда, в любое время года, в любую погоду. Подышать морским воздухом всегда полезно. Тем более, раструсить жиров после новогодних праздников, надышаться вдоволь вот этим воздухом, запахом моря. Несмотря на то, что пасмурная погода, все равно просто великолепно. Мы, конечно, думали поехать в Алушту или поехать на свое ближайшее море, в Николаевку, и выбрали Николаевку. В Алушту мы обязательно съездим. Напишите, пожалуйста, опять же, комментарий, кто хочет увидеть Алушту. В Алушту будем много снимать. Классно, Ирочка там что-то фотографирует для Инсты. То море, то пляж, камушки какие-то. Все, кто не подписан, подписывайтесь на Ирин Инстаграм, потому что в Инстаграме вы будете узнавать все последние новости, куда мы ездим, что мы снимаем. И, возможно, кто-то из вас, кто будет в это время в Крыму, по Инстаграму увидит, что мы направляемся в то место Крыма, где вы отдыхаете. И захочет с нами встретиться. Так что все пишите в Инстаграме, подписывайтесь на Ирин Инстаграм. Ага, вот что Ира фоткает для Инстаграма. Она написала на песке. «Я люблю Крым». Это мое признание. Люби Крыму. Да, пишите, кто любит Крым. И через какое-то время эту надпись «Море заберет, слижет волнами». Но вы ее увидели. Лайк. Людей все больше и больше прибавляется. Все хотят увидеть красивейшее море. Как я сказала, солнца нет. А погулять, а подышать, понаслаждаться. Всем хочется. В конце осени в социальных сетях промелькнули новости, что сильными штормами пляжа Николаевки уничтожило, разбило. Ну, честно говоря, я этого не вижу. Хотя, да, ребята, блогеры снимали. Снимали после сильного шторма, что вот этого пуска пляжа до спуска с набережной просто не было. Сейчас все нормально. Море делает свои дела. Все-таки пляж немножко восстановился. Ну, классно. Люди сюда приезжают. Все-таки праздники заканчиваются. И люди сюда приезжают, чтобы надышаться вдоволь воздухом. Чтобы нафотографироваться. Я смотрю, там наверху ребята взяли покушать. Вот наверху там на набережной взяли покушать, взяли даже выпить. И кто-то еще продолжает новогодние праздники. Даже вот собака-дарабака лежит на пляже и балдеет. Она заняла место к летнему сезону. Такая причем она не испугливая. Да, многие, конечно, объекты берегоукрепительные, вот эти волны ломы в Николаевке в плачевном, печальном состоянии. Они в аварийном состоянии. И, к большому сожалению, повторюсь, в Николаевке не ведутся берегоукрепительные работы. А отсутствие различных берегоукрепительных сооружений, оно, конечно же, уничтожает Николаевские пляжи. В данном моменте мы находимся на одном из волноломов. Осталась малая часть его всего лишь. И где-то метра 4-5 всего лишь выступает в море. То есть он свои функции не выполняет. Но также для тех, кто часто бывал в Николаевке, хочется еще раз обратить внимание на то, что стоят таблички. Осторожно обвал. И вот под этими обвалами, под этой породой, пожалуйста, не стелите свои постилки. Не прячьтесь в тень вот этого обрывистого берега. Потому что он может, конечно, обрушиться. Ирочка, ну как тебе? Ну что, прекрасно. Море всегда прекрасное. И вы наслаждайтесь вместе с нами морем. Кто досмотрел до этого места и видео нравится, ставьте на паузу, пишите комментарии, лайк. Лайки, лайки. Да, потому что дизлайки вроде бы YouTube отменил. Ну и я в это сильно не верю. В общем, реагируйте. Да, реагируйте. Делитесь нашими видео в социальных сетях. И все новые зрители, конечно, подписываемся. С пляжа мы поднялись на набережную, где расположены различные кафешки, в которых многие из вас, кто здесь отдыхал, конечно, бывали. Ну, зимой, конечно, немножко здесь печальненько возле кафешек. Они все закрыты. Нет, Ирина всегда открыта. Ну, Ирина, это отель круглогодичный. Там же есть кафе, магазин Ирина, продукты. То есть магазины, они, конечно же, открыты. Ну, а все остальное, столовые, кафе, они закрыты. Вот приезжают жители Симферополя и гости Крыма. Паркуют здесь свои машины и гуляют возле моря. Море, это, конечно же, хорошо, но Николаевка преображается. Буквально в конце 2021 года в Николаевке открыли новый сквер, новую общественную территорию. И сейчас мы будем гулять, ходить и показывать. На первый взгляд, вроде бы, сквер небольшой, но территория не маленькая. Сделали здесь очень много различных развлекалок. Поставили вот такие вот прикольные лавочки с навесами, с дуговыми. Эти навесы защищат вас во время солнцепека от солнца, чтобы вы не обгорели. И также во время дождя. Конечно, от проливного дождя с ветром они не защитят. Поставили вот такие вот прикольные урны. Качели сделали. А я покатаю. Да, Ирочка решила покататься чуть-чуть, впасть в детство. Не улази в эту детскую качель. Или улазишь? У меня камера. Давай. Ну что? Выдержит, не выдержит. То есть пытываем. Выдерживает. Вот так вот. Неплохо сделано озеленение. Ну, конечно же, летом здесь будет жарковато. Сделана вот такая классная беседка. Вот здесь вообще и от дождя, и от солнца. Со столиком. Это, конечно, зачет. Зачет полный. Также сделана вот такая вот скульптура ангелочка сидящего на шарике. Ну, классно, конечно, конечно, классно. Пушистый? Да, мягкий-мягкий. Да, мягкий-мягкий. Дорожки вымощены плиткой. Знаете, по-моему, очень качественно. По крайней мере, пока. Здесь скамейки немного другие. Такие хорошие, добротные. Освещение присутствует. Много урн. Деревья высажены. Да, они еще молодые. Совсем зеленые, можно сказать. Зеленые в плане... Молодые. Зеленые они будут весной. Кустики разнообразные. И, не знаю, инсталляция, скорее всего, шар. Земной шар сверху крутится, ну, не знаю, цветок, лотос. Вот так вот мне видится, это лотосом. Посмотрите, что же здесь изображено. Вот Россия, Россия-матушка с флагом России. Круглая скульптура, инсталляция, не знаю, как назвать, листочки лотоса. И Крым. Вау. Смотрите, классно. Мне нравится. Хорошая территория, достаточно большая. Для Николаевки это супер. И на этом месте могли бы построить разнообразные коттеджи, дома. А нет, молодцы, сделали парк. Здесь также присутствует детская игровая зона. К ней я подойду немного попозже. Я хочу подойти к верблюду. Большой верблюд. Классный, зеленый, смотрится хорошо, зачетно. Давайте к детской игровой зоне подойдем. Горочка для малышей. Лазилка, каталки разнообразная. С мягким покрытием. Ну что ж, здорово. И горка, домик побольше. Для деток постарше. Ну посмотрите, мне нравятся краски, что они не броски. Да, зеленый цвет присутствует, яркий. Но в основном коричневый, бежевый. Ну, хорошо сделано. А труба какая зачетная. Блин, была бы я маленькой. Прокатилась бы, конечно, прокатилась. И еще одна фигура. Ну, это жураф. Зеленый, вечно зеленый. И цветочки. Я точно знаю, что вечером они светятся. Одуванчики. Этот сквер оборудован камерами видеонаблюдения. Действительно, вот мы гуляем. Вроде бы, как я говорил, небольшой. Но пространства хватает всем. И еще одна вот такая вот классная, мягкая скульптура. В виде обезьяны. Прикольно. Эта скульптура мне сейчас напоминает человека после новогодних праздников. Уставшего такого. И зеленого. Уставшего, уставшего и зеленого, да. И что еще хорошего здесь сделали? Вот такую вот скейт-площадку. Для того, чтобы как дети помладше, так и постарше подростки катались здесь на скейтах, на велосипедах. Прыгали, занимались спортом. Конечно, покрытие здесь не мягкое. Асфальт. Но пока еще все в нормальном состоянии. Пока еще ничего не поломанное. Сегодня мы вместе с нами погуляли возле моря. Надышались морским воздухом. Увидели свою любимую Николаевку. Увидели свой родной Крым. Показали вам новый сквер. Сами нагулялись. Ты надышалась? Да. Надышались, нагулялись. Развеялись. На этом мы свое видео, наверное, закончим. Но с вами что делаем? Мы не прощаемся. До встречи в следующих выпусках. Пока.